Знаете ли вы, где находится географический центр Белгородской области? Он в селе Тростенец Новооскольского района. Скоро это место будет обозначено памятной стеллой. Но все же главная уникальность села в его истории. Одна из программ телерадиокомпании «Мир Белогория. Места знать надо» была посвящена Тростенцу. Она была создана в сотрудничестве с директором Государственного архива Белгородской области Павлом Суботиным. А на днях из печати вышла его книга о селе и его жителях. Об уникальном краеведческом издании наш сюжет. Павел Суботин не один день провел в Тростенце, когда собирал материал для будущей книги. Так что с его жителями, особенно с участниками фольклорного коллектива «Истоки» встречается как с добрыми друзьями. Именно они стали одними из первых его читателей. Картинка первая на обложке «Наша церковь». Ну и прямо, ну что ж там дальше будет? Вот я эту книжку прочитала одним за один дух, как говорят. Презентация книги прошла в Тростенецком доме культуры. А эпиграфом к ней стал показ программы «Места знать надо», в работе над которой Павел Суботин принимал активное участие. Начался с учения истории местного храма. В церкви происходили все главные события их жизни. Они там венчали, крестили, они там отпевали. Они там собирались вместе. Это было вообще единственное место в селе, где собиралось все село по главным праздникам. Они узнавали новости и села, и новости страны. И таким местом в Тростенце является Покровская церковь, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которой уже больше 130 лет. В процессе изучения архивов и общения с местными жителями стало ясно. Такое село – настоящая находка для архивиста. Вот эта укромность Тростенца, он все-таки немножечко в отдалении от каких-то крупных трасс, дорог находится, да, она помогла ему сохранить свою самобытность. У нас все фамилии, которые основали село, известны. Вы настолько коренные, то есть коренные тростенчан вообще в Белгородской области мало кого можно найти. Так появилась идея создания книги, которую поддержал глава Новооскольского района Андрей Гриднев. Теперь уже он предлагает написать историю каждого поселения района. Эта работа должна быть обязательно продолжена, и в эту работу должны включиться абсолютно все желающие. Будет создан электронный ресурс, то есть на сайте будет специальная вкладка, где каждый желающий новооскольец, и не только новооскольец, может разместить имеющуюся у него информацию. Это в планах, но о истории тростенца уже написано. На страницах книги сведения из архивных документов, эпизоды времен Великой Отечественной войны, воспоминания старожилов, редкие фотографии и многое другое. Весь первый тираж был передан в школы и библиотеки района. Елена Голотовская, Игорь Доценко, Новости мира Белогорье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова